Сегодня мы испытаем на прочность 100-тонным гидравлическим прессом титановые бронепластины. Это пластина от советского бронежилета. Ее толщина почти 7 мм, и она гарантированно выдерживает попадание из АК-47. Один из подписчиков мне писал, что по факту она даже выдерживает попадание из СВД. А вот это для сравнения самая легенькая такая титановая броня. Толщина чуть более 1 мм, предназначена для защиты от осколков и от пистолета. Эту толстую бронепластину мы уже как-то испытывали гидравлическим прессом. Она очень такая пружинистая и не сказать, что хрупкая. Чтобы ее выровнять, потребовалось усилие в 30 тонн. И после снятия всей максимальной нагрузки, эта пластина приняла первоначальную форму. С помощью конусной насадки ее удалось пробить. Для этого потребовалось усилие в 20 тонн. Так вот, сегодня мы проверим, сколько получится с помощью конуса пробить таких пластин. У нас их немножко больше, чем одна. Стоят они, кстати, не очень дорого. Ссылку, где их можно купить, я оставлю в описании к видео. Мало ли, может, кому понадобится. Ну а что, можно самодельный бронежилет сделать. И недорого получится. Начнем с пяти пластин. А вот это для меня неожиданный результат. За все время на нашем канале это первый случай, когда нам удалось остановить конус. Хотя, в принципе-то и логично. Суммарная толщина их почти 3,5 см. И притом, это не чистый титан, а специальный титановый бронесплав. Есть у нас еще один козырь в рукаве. Вот такой вот конус. Он имеет более острый угол по сравнению с перном. А следовательно, его острие будет нести большую разрушающую силу. Сложим пластины, как и в первый раз. И надавим на старое место. Кстати, я специально подложил под них МДФ, а не дерево. Потому что дерево от таких нагрузок и близко даже не выдержит. И не факт, что и МДФ еще этот выдержит. Поразительное сочетание твердости и прочности. Из-за того, что все они лежат плотно, не удалось даже пробить первую пластину. Кстати, твердость этот бронесплав имеет большую, чем сталь. А про прочность даже и речи не идет. Сейчас попробуем, может хотя бы две пластинки удастся пробить. Ну, наконец-то. И чтобы их пробить, потребовалось усилие более 80 тонн. Кстати, вот эти обломки в месте пробития, они довольно-таки ощутимо нагрелись. Не сказать, что там очень горячо, но довольно-таки ощутимо тепло. И, кстати, чувствуется такой вот специфический запах какого-то такого горелого титана. Сейчас посмотрим замедленную съемку, и вы поймете, почему чувствуется этот горелый запах. Это был небольшой такой сноб-искар. А дальше будет такой нормальный фейерверк. Вот это верхняя пластинка. Ее разорвало пополам. А вот эта нижняя пластинка. Ее не разорвало, но очень так сильно покоцало. После этого испытания немного подточил острие конуса, потому что он вообще печально выглядел. Сейчас попробуем, может все-таки три пластинки удастся пробить. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, увы, слишком уж вязкий этот сплав. Первую пластину практически пробило. На второй осталась серьезная вмятина. А на нижней тоже такая ощутимая вмятина. Не хватает твердости у этой стали, из которой изготовлен конус. Чтобы сюда какой-нибудь наконечник из карбидовольфрама. Прислал мне недавно подписчик такую интересную штуковину. Это бурильная головка. Мега крепкая штуковина. С помощью ее бурят горную породу в шахтах. Кстати, привет шахтерам из Норильска. Вот эти зубья, это карбидовольфрама. Пресс ее, конечно, вряд ли раздавит. Уж больно эта крепкая штуковина. Но тем не менее, сейчас мы попытаемся с помощью пресса выковырять хотя бы один карбидовольфрамовый зуб. Ну, как я и говорил, практически никаких повреждений под 100-тонной нагрузкой. Сейчас даванем немного конусом в то место, где находится зуб. Здесь главное еще зуб не расколоть. Хотя вряд ли мы его расколем. Карбидовольфрама значительно тверже любой марки стали. Вот вроде зубик один у нас зашевелился. По своей форме этот зуб напоминает пистолетную пулю. Сейчас зарядим эту пулю в пресс. И попробуем давануть ей на титановую броню. Продолжение следует... Благодаря пуляю... Чёрта. Донбlet... Благодаря пуляю... с карбидовольфрамом и размотали верхнюю пластину. При нагрузке в 30 тонн зуб выскочил из-под конуса. Но, тем не менее, его твердости хватило, чтобы ушатать верхнюю плиту. Карбидовольфрамовая пуля практически без повреждений. Лишь в некоторых местах на ней размазан титановый сплав. Средней пластине тоже досталось побольше, чем в прошлый раз. А эти пластины реально крепкие. Кстати, как вы думаете, сможет ли 50-й калибр пробить хотя бы две такие пластины? Лично я очень сомневаюсь. А вот так после всего этого выглядит острие конуса. Острием его уже назвать сложно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok